Друзья, ну это прям какой-то дежавю. Всем привет, меня зовут Майк, вы смотрите мой ежедневный влог Кэм Виз Мэн. Я опять иду на водниках, опять иду встречать Алису, как это было буквально во вторник, по-моему, или в четверг. Не помню, в какой-то из выходных. Вот, сейчас... Вообще не знаю, что сегодня будем делать, серьезно. Абсолютно не знаю. Мы не планировали вчера вообще никаких планов, поэтому вот-вот как будет, так и будет. Ну, а вы, естественно, все увидите. Друзья, помните, вчера во вчерашнем влоге я вам показывал вечером, как перекрыли Масленникова, как там трибуны, сцены сделали. Вот, оказывается, еще это не ко дню, ну как бы ко дню города, но там будут проходить гонки. Написал мне сегодня один из моих подписчиков, Роман Гологов, за что ему спасибо, за эту информацию, потому что я думал, что будет какой-то концерт там, ну, как всегда. Нет, там будут какие-то гонки. Не знаю, что за гонки. Может быть, так покажем. А погода сегодня шепчет. Шепчет, выходите все на улицу. Выходите все на улицу и гуляйте. Сегодня солнечно и ясно, и это не может не радовать, чуваки. Иду, иду, с вами разговариваю, а тут уже Алиса на встающую подошла. Вот такая вот... Ну, тут ни хрена, ни хрена, ни хрена вообще не слышно. Короче, как вы уже поняли из прошлого маленького кадра, там творится нечто вообще непонятное. Там готовится, готовится соборная площадь к... Типа, сначала показательная херня, где будут гонщики какие-то, выедут. Ниссан, какая-то команда от Ниссана. Вот. А потом они, видимо, поедут туда, на Масленниково, и там, не знаю, может быть, драк-рейсинг будет, не знаю. Если сегодня мы сейчас с Ваней встретимся, то уже с ним... Он нам пояснит все, потому что он еще тот гонщик. Он все знает, все продыбает. Вот. А вообще бесит, знаете что? Ладно, дорогу перекрыли. Вот видите, чем мы обходим с обратной стороны, хотя могли по прямой пройти. Самое дебильное, что людям простым не дают пройти. Ментов поставили везде, и все. И вот, иди обходи, где хочешь. Нам 100 метров пройти, вот тут надо. Сейчас я покажу людям всю эту срань. И все, и все это прям у собора. Все это на пробках. А нехорошо. Да, да, да. Там пробка жутко, потому что это единственная дорога, которая соединяет вообще город. А тут вот такая вот байда получается. Вся эта площадь, и она пустая, потому что сейчас должны какие-то сраные машинки сюда подъехать. И все это вот так вот у собора. Ну, грех, дети, грех. Потому что все ходят, пьют и матерятся. Около святого места. Мы пойдем прямо вот по дороге. Здесь, получается, можно. Здесь кладбище, да? Да. Да? Да, здесь все кладбище. Там, где Маяковский, тоже кладбище было. Здесь все это было кладбище? Да. Раньше. По костям ходим. Да пойдем тут куда-то. Ужас какой-то. Нам было тоже, если ты фотоаппарат, наверное, взять, поснимать что-нибудь. Смотрите, Дед Мороз мешком бежит. Летний Дед Мороз. Сейчас я тебя сейчас засниму, пацан. Давай, давай, давай. Вот. Вот дико бежал. Боялся опоздать. Жарко, мы устали. Мы сидим, ждем автобус. И вон какой-то автобус едет. Мы около драмтеатра. Вон драмтеатр там. А там автобус. И где автобус? Он что-то встал. А, там пешеходный переход. Он встал. 64-й подходит? И что, едем? Он тут не очень жуткой. Поедем. Побежали, побежали, побежали. Мы пришли в магазин, купили мороженое и салфеток влажных. Они нам сегодня еще пригодятся, по-моему. С такой жарой, сейчас жесткая жара. Ну вот, мы добрались до Алисы. И сейчас пойду, посмотрю, что он с птенцом. О-о-о, курочка. Здравствуй, 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 хороший. О-о-о. Крылатый, крылатый. Индус. Чили-Вилли. У него клюв вообще, кстати, что-то изменилось. Он потемнел. Что-то изменилось, да. Да, он потемнел. Да, он и форма, она у него какая-то вот такая. Да, 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 горбатая какая-то. Да, и цвет. И хвост еще длиннее стал. Он вообще, что творит, взлетает уже. Видите, реально клюв потемнел. Все, скоро станешь большим птицей. Большим? Мыться, мыться. Прям вот тут его мыться? Да. Иди ко мне. Иди ко мне. Он сейчас химичит. Он мыться. А, он сам должен помочь? Конечно. Видишь, что он делает? Ничего себе. Он мыться? Как ему жарко там на балконе. Он замачивает прям себя, обалдеть. Блин, надо было бы больше воды воды. Он сможет сам. Вот, видишь, видишь, что говорит? Нифига себе. Я сказал, сам сможет. Вообще молодец. Просто надо было дать ему шанс. Все. Ну, туда не побежал. Побежал в угол. Надо же чехот забыть. Потому что это надо высохнуть. Чуваки, вы уже не раз видели, наверное, где-то в Твиттере мне присылали и в обсуждении ВКонтакте прислали скриншот, как Давай Лама отсматривают видосы для конкурса. И там у них на скриншоте, на экранчике я есть. Так вот, Серега Реальность, я у него участвовал как гость в его программе Инфоньюз. Вот. И он, видимо, выложил на конкурс, выставил вот этот видос с моим участием. Так вот, друзья. В описании кидаю ссылку. Я не знаю правил, если честно. Я не знаю, что там. Ну, там лайки надо поставить или что. Хрен знает. Но было бы прикольно, если бы вы прошли по ссылочке и поставили лайки, например, под этим видео. Я, правда, не знаю. Ну, действительно, что-то, что. В чем там прикол? Они сами будут отбирать эти видосы или нет? Мне Серега так и не сказал. А самому правилу читать мне, если честно, было в лон. Группа Метрика, чуваки. Я сейчас вкратце объясню. Были, когда мы... Помните, когда мы шазамили? Ну, помните, когда я придумал слово шазамить? Ну, это же я его придумал. Это же логично. А вот, значит, когда вот создатель слова шазами, то есть я, стоял... Ну, ладно, шучу я. Короче, когда в Pull&Bear'е мы были и песня клевая играла, я шазам включил, он нашел ее. Метрика, группа, песня называется Dead Disco. Dead Disco, Dead Punk, Dead Rock'n'Roll. Офигенная песня. И я смотрю теперь их хлебцы всякие на другие песни. Но они клевые. Они клевые, я вам советую их послушать. Это, ну, такая... Как бы, блин, даже инди-диско я бы так как-то назвал. Вот. Короче, ладно, не мешайте мне. Я всегда в очках смотрю, все. Ладно, все, мы выдвигаемся на прогулку. Дальше сейчас попробуем посмотреть, что там за гонки, если они будут вообще, или они уже, может, прошли. К этому времени птенчик уже практически выстрел. Смешно я балдуй, Кеша. Ладно, все, мы отправляемся в путь. Ну вот, друзья, мы днем решили вам снять. Еще пока ничего не началось. Видимо, начнется чуть позже. Там вон трибуны, которые я вчера проезжал. Вот, вот эти вот везде, вот эти вот перегородки поставили. Причем, причем в ту сторону тоже перегородки поставили. Непонятно, то ли будет правда какой-то драг-рейсинг, ну, типа по прямой там, или как он там называется, охрененно, или спринт по прямой. Я не помню, если честно. Я в этом не шарю особо сильно. Вот. Но еще ничего не началось, и не знаю, возможно, начнется, то мы нихера ждать не будем, нам надоело уже. Мы пойдем, если Ваня поедет, и он нас где-то заберет на машине, а он на машине сегодня на работу поехал. Непонятно, что он на работу поперся, если он больничный. Так вот, а если он нас заберет и подвезет сюда, то тогда покажем. Если нет, то уж извините, чуваки, но как-то не хочется здесь торчать еще. Мы решили пройти вот тут вот, вдоль Масленникова, показать вам еще раз эти трибуны. Такие вот они. Я что-то не вырубаюсь, оно сегодня будет или все-таки завтра в день города, потому что день города – это завтра. Такое чувство, что все это к завтрашнему дню готовят. Мы платим за интернет, потому что мы уже взяли в долг аж. А сегодня третий день, как мы взяли в долг, потому что я его сегодня обрубил. Сколько тебе? А, это мне. Мне нужно 350. Да, нет, не 350, я собрал, блин, сброс. 310, что ли? Да, 305, но я 310. А мне 510. Нифига себе, у тебя интернет. Ну, только мне так. Покажи лучше, сколько. Ты выполнила мое задание? Да. Ну, тогда я сейчас заплачу тебе за интернет. Короче, позвонил Ваня, он с работы. Мы развернулись, идем обратно к банку. Он с работы сейчас поедет сюда, в этот же Сбербанк. Мы надо карточку поменять и нас подберет, в принципе. Так что не надо будет потеть в маршрутке, придется попотеть в машине. Потому что у Ваньки Волга. А вон и Ванька идет. Не, ну, в смысле, не вот это вот Ванька. А вон он, от Волгаря, от своего. Чешет. Ну, ускорь ты шаг, идешь еле-еле. Штаны нагадил. Олимпийский призер по прыжкам в какашки. Брак, что, ты не в курсе, сегодня будут эти гонки? Нет, будет. Завтра. День города все-таки. Обломчик. Едем домой с Ванькой. Ванька ведет нас домой, потому что я его заинстаграммил. Себя заинстаграммил. Гусь. Смотрите, какой блатной. Ну-ка давай, заблотни с ним номер. Не святи номер. Не святи номер, а то все твои нули раскрадут. Да ни хрена не раскрадут. Ты что, Робин Гуд? Робин Гуд. Мои нули не раскрадут. Ваня сейчас разговаривает по телефону, поэтому сильно не шумите. Я покажу вам прикол. Мы едем прямо. Хорошо. А руль вон в каком положении. Ладно, хорошо. Все, едем прямо. А руль в каком положении. Пришли мы в Кристалл. Приехали. Вот он, собственно говоря. Тут что-то билеты дорогие. Мы такие подумали. А может подключиться к местному Wi-Fi и купить билеты в Атриум? Что мы, собственно, и сделаем? Так что мы в 9.45 отводим Алису домой и сами идем в кино смотреть фильм «Заклятие». «Заклятие». Сейчас вам постер покажу. Атану, сделай обзор. Я уже давно обещал ребятам обзор сделать телефоном. Я думаю, ты сможешь, да. Я думаю, не стоит это проделать. Ну ты мог пару слов, шуточку какую-нибудь там... У него есть метроном. Это значит отличный телефон. Замечательно. Это был отбор от Ивана Абартумяна. Че-что, сопли у гардероба? Сопли у гардероба. Сопли у гардероба. А, и одно сопли. Пойдешь мороженое без склада? Пойдем без склада? Да. А уверен? Билет без склада. Да это накол какая. Что-то ребята повелись на какую-то тему. Идем куда-то, не знаю, чего, зачем. Видели? Монополия 2490 рублей. А в магазине Rich Family у нас на районе 270 рублей. 270? Да. И мы хотим ее купить, кстати, в Монополию. Нет, это... А видишь, чувак из этих, из гоночек. А, ну это из-за того, что там... Ну похоже на вот это. Мы купили... Мы купили... Мы купили... Сладкую вату. И только что заинстаграммили. 500 лет не ел его. Ты ел 500 лет? 500 лет, 500 лет ел. А сейчас не ел. Тут мы когда ехали сюда... Ваня припугнул двух дебильчиков, которые переходили дорогу, как будто штаны насрали. Ваня так газанул. Но потом мы исправили. Да. Ваня так газанул, что... Ну как будто... Что, да, что они реально насрали, по-моему, штаны. И до сих пор где-то в кустах отрякивают, отрякивают все. Но мы боялись, что они придут просто и вот сюда вот на капот положат, пока мы там в кинотеатре. Видишь, как ты колеса воверачиваешь? А ну выверни. Ваня что-то замутил своими колесами. У него теперь не дико круто выворачивается. Ну да, чувак, это люто, конечно. Жестко. Это для... Для... Да. Как? Для заносов. Для заносов. Для подносов. А как называется? Для дрифта. Для дрифта. Мы приехали домой. Сейчас будем шить бабочку. Вот. Такая вот есть машинка. У нас старая, пристарая, клевая машинка. Вот. Ну мы покажем все, как это делается. Ну так, вкратце. Если кому-то интересно, можете написать. Мы сделаем отдельный прям большой обзор на Жираф ТВ. Свободную тему, например. Что да как. Все красиво снимем. Как сделать бабочку. Вот. Пишите. Если будет много отзывов, то, ну, сделаем. Если нет, то, значит, нахер это никому не надо. Вот. А еще мы сделали картошку с сыром. Наш коронный супер-мега-трюк блюдо. Он же вкусный. Очень. Все зиму. А? Все зиму питаем. Все зиму, да, такое жрем. Пойдемте, я вам покажу. Да, это готово. Чик, включаем свет. Короче, да. Как всегда, тут суперэффект. Сейчас нагреется и нормально будет. Короче, смотрите, суть в чем. Берется картошка, режется такими пластами, на нее кладется сыр, и сверху капается майонез. Все. Чуть-чуть. Чуть-чуть майонеза. Вот, вот, буквально капелька вот такая вот. И получается такая вот вкусняшка, которую мы сейчас будем точить. А еще, а еще мы сделали, ну, никак не мы, конечно, Алиса сделала. Вот такой вот салат он же, он же это... Салат. Ну, такой... Алисе, аж смешно стало. Это что, не салат, что ли? Нет. Это салат из... Магнаты. Это салат из помидора и из фитаны. И соли. Салат, вкусный салат. Мне нравится. Ну, вот и все, мы вытащили вкусняшечку нашу. Будем сейчас употреблять. Короче, мы не знаем, как вставить сюда нитку, блин. Не помним вообще нифига. Отсюда нитка идет, идет вот сюда через какие-то... Не прикроет. Пигню какую-то вот сюда, туда. И еще нужно вот тут вот так вот открыть. Вот это вот как-то она... Блин, сволочу. Как она открывается, не помню. Как-то она открывается. Как-то вот так вот открывается. Оттуда достается вот такая вот пуля, по-моему она называется. Из нее достается... Говно. Я ничего не вижу. Вы что-нибудь видите? Я в красных труселях. Чуваки, мы долго-долго-долго парились. Просто дико долго. Вспоминали, как эта херня вообще работает. Но эта херня переживет еще всех нас. Вот стопудово. Так вот. Все делается очень просто. Отсюда нитка идет сначала сюда, потом зацепляется за эту, потом в то ушко, потом все в это ушко, потом вот тут через эту штучку, потом в иголочку, за лапку, назад. Здесь открывается вот этот ядерный отсек. Так, господи, открывать-то целая проблема. А там пулька в нее тоже заправляется, ничего никуда не девается, закрывается, берется ткань, прошивается и нитки обе выходят снизу и сверху. То есть в чем фишка-то швейная машинка? То, что она шарашит двумя... Одной иглой, но двумя нитками. То есть она сверху и... Ну, петля вот такая получается. Не петля, а вот такая вот строчка. Знаете, откуда все это знаю? Вы сейчас подумайте, господи, ты что себе одежду шьешь? Нет. В детстве, в детстве, мама что-то шила. На вот этой вот самой штучке. И я, любопытная Варвара, сказал, мама, мама, можно я тоже попробую. Ну, попробуй. Дала мне какие-то тряпки и пошла на кухню кашеварить. Что-то делала, не знаю, не помню уже. Ну, я дурная голова. Беру тряпку. Тряпка была не такая, конечно, но неважно. И вот так вот веду. Пальцы мне было... Я был в классе в пятом, наверное. Да. Мужен взрослый. Ничего себе взрослый. В пятом классе? Ну, считай, как в третьем, господи. Я же на год младше себя. Пальцы были меньше. И просто я вот так вот вел-вел-вел до тех пор, пока... Ну, точнее, лапка-то была опущена. Ну, то есть, и здесь вот палец вот сюда попал. И я проткнул. Я не помню точно, но, скорее всего, да, вот этот вот указательный палец. Я себе ноготь проткнул. И я так... И я не помню, в какую сторону мне нужно крутануть, чтобы она поднялась. То есть, ну, вырубайтесь, да, фишку. И я так... Мама! Она бегом с кухни. И она в состоянии просто аффекта дёрнула ручку и поднялась иголка. Я потом спрашиваю маму, до сих пор спрашиваю, ты знала, в какую сторону нужно крутануть-то ручку? Она говорит, нет. Я просто испугалась и сделала это. Вот. Поэтому, если бы не туда, то вообще кость бы до конца, наверное, проткнула. Ну, кость-то вряд ли прям проткнула, но в кость вонзилась бы игла. Ладно, мы пошли хавать. Потому что уже там всё готово. Вы уж сейчас видели. Пойдём, Алис, пойдём! Ну, что ж, друзья, ещё чуть-чуть, и мы вам покажем, как делать вот такую вот бабочку. Ну, так, совсем вкратце покажем. Немножечко, намёточками такими. Шаг первый берётся. Ткань вырезается прямоугольник размером, ну, в нашем случае, 26 на 11. Вот таким вот образом. Вот такой вот он получается. 26 на 11. Дальше складываем его вот так вот, вот так вот. Вот так вот всё это проглаживается. И вот так вот, с этой стороны. И да, спасибо. И с другой стороны, вот так. Получается вот такой вот прямоугольник. А в итоге, друзья, получается вот такая вот замечательная бабочка с липучкой, со всеми делами. Вот такая вот замечательнейшая бабка. Вот. Если, как я и говорил, если хотите узнать подробности, так сказать, как, если это интересно вам действительно, то пишите в комментариях. Мы сделаем свободную тему, нормальную, полноценную, со всеми чертежами, так сказать. Как сделать такую бабочку. И вообще, там, ткань-то можно любую выбирать. А можно даже, можем показать, как сделать двойную, как вот с американским флагом у меня. USA. Тем временем, короче, я погулял с собакой. Сейчас мы пойдем до Ваньки, садимся в машину, отвозим Алису, идем в кино. На... Как он там... Заклятие, да? Заклятие, да. Ребята, смотрите, мега реклама. Мега реклама. Купи унитаз, книга в подарок. Понятно. Читайте книги на унитазе нашего производителя. Человеческая подлость не имеет границ. Иван говорит такой, перелазь, говорит, сзади сюда. Вот оттуда, вот сюда. Я полез. Этот, сме... Этот. Остановился, я башкой прям в торпеду вписался. А вон, кстати, пятнышко жених. Что? Думаешь, это от меня? Я вот сюда куда-то вписался, прям в Волгу, по-моему. У меня он красный. Я пожалел, что это сделал. Прости меня. Он пожалел. Котел. Пей-пей-пей. Пармородики, да? О-о-о-о. Да, классно. Спидометр, главное, поворачивается кому угодно. О-о-о, да. Главное, чтобы видно было, блин. Отлично. Доктор Пеппер решает. Мы еще возьмем колу в кино и попарно. И еще хлебушка. Хлебы в бед. Хлеба с молоком. А ты баклана. Короче, доктор Пеппер. Ничто иное, как доктор Пеппер. Да, как доктор Пеппер. Ну и так, что-то... Я реально его в последний раз в детстве пробовал, я даже не помнил, какой вкус. Оказывается, вишневый. Он весь вишневый? Нет. Видимо, нет. Был обычный доктор Пеппер. Был доктор Пеппер. Сейчас, секунду, я немножко тебя подосру. Посмотрите на курящий обезьян. Ха-ха-ха-ха, дрянь. Ой, дрянь. Ну ты прям как школьник за спину спрятал. Я не курю. Ну да. А вдруг папа монстры будет смотреть на обоих? Ну ты не свершил. Что, у меня папа в интернете шарится, а я не курю при папе. Правда, мне стремно при Батю Курить. Ну скажи это интернету. Мне стремно курить при папе. Да. А мне было бы вообще стремно, если бы ты его курил, продолжал курить. Мне сейчас стремно, так что перестань уже, а это делать. Нет, дышать нечем. Доктор Писеров. Доктор Писеров. Доктор Писеров, а не писать хочется. Да, надо быстрее бежать до Атриума, у меня такая же беда. 21.34, через 11 минут. Нам еще нужно забрать билеты, мы купили по карте, оплатили на сайте, но нужно забрать сами билетики в кассе. Что мы, собственно, сейчас и будем делать. Эй, ты еще не обоссался? Нет. Самые козырные места. Мне тут под локротик выбирается. Мы сегодня обниматься не будем. Оставь. Идет пока журнал, так называемый трейлер. Партос, Понос и Дартамилский. И, разумеется, Харрис. Совсем жук обнаглел. Ребята, фильм классный. Мы обосрались, раз начнем. 20, наверное. Есть над чем обосраться? Ладно, насраться. Заклятие, чуваки. Это реально. Фильм «Заклятие» реальный, кайфовый фильмец для людей, кто хочет немного расслабиться. Расслабиться. Расслабить свой анус и выкинуть из него пару кирпичиков. Знаете, чуваки, когда выходишь в кинотеатр с людьми, потом из зала более-менее отпускает, да? Присутствие людей других, так вот, на улице тоже. Людей других людей, 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 которые еще не видели этот фильм, которые разделили с тобой, наоборот, этот страх. Были, кстати, были крики жесткие. Люди делали посередине зала, делали так. Да, да. Фильм реально классный. Вначале раскачка, ну, такая дерьмоватая, конечно. Ну, как всегда. Огороды где? Ну, вот так вот. Вот так вот, ладно. Свой обзор быстро закончим. Короче, ладно, мы идем в машину, едем, не знаю, еще куда-либо. Ну, не знаю, не знаю, все увидите, чуваки. Ну, блин, да, заклятие, 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 все. Блин, заклятие, раскачка дерьмовая. Посмотреть можно? А вот потом идет самый экшен. Экшен, мадефакшен. Экшен. Да, мы его поптрухались, там тоже будь здоров. На первом ряду реально, наверное, было страшнее. Да, реально. Потому что здесь мы еще видим вот этот весь зал, да? А там ты один. А там ты один, реально. Ты же не чувствуешь никого. Раз на раз. Блин, раз на раз, давай еще. Все, мы приехали домой, сейчас пойдем смотреть карты, деньги, два ствола и пить креккий чай. Или сапиздили. Нет, нет, нет. Мы же смотрели до этого большой куш. Карты, деньги, два ствола. Да, его можно смотреть вечно. Можно, да. Его можно смотреть вечно. А у тебя есть гуден? Короче, друзья, в итоге мы пришли, включили на закачку карты, деньги, два ствола. 40 минут закачка, я уже хочу спать, и мы решили сегодня ничего не смотреть. Так что все, я отключаюсь, точнее сейчас я сяду, пересилию себя, переборюсь и сделаю монтаж этого влога сегодняшнего дня. Замечательный день, замечательный фильм, хоть он фильм ужасов, но он такой добротный, настоящий, кайфовый фильм ужасов, который действительно очень страшный местами. Ну, страшные, ну, мурашки по коже у вас будут по-любому при просмотре. Если у вас не будет, конечно, настроя такого, когда, знаете, бывает, когда приходишь на фильм ужасов, в кино, обязательно находятся такие ребята, которые постоянно ха-ха-ха смеются. А вот, но смеются они для того, чтобы им не было страшно. Это простая защитная реакция организма. Так что, если приходите, ходите в кино на ужасы, старайтесь не ржать просто так. Так, лучше пробояться. Для этого и ходят на фильмы ужасов. Для того, чтобы получить именно ту эмоцию, эмоцию страха. Ладно, друзья, все, пора спать. Я отрубаюсь. Завтра день гордо, завтра воскресенье, поснимаем. Завтра будут гонки, и я думаю, мы попадем на эти гонки. Попробуем, поснимаем. Не знаю, не уверен в этом. Но что-нибудь вам обязательно покажем. Все, друзья, я вообще просто никакой. Я очень сильно хочу спать. С вами был Майк. Всем отличного настроения. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok